Идентификационная карта и биометрический паспорт выдаются в Беларуси с сентября 2021 года, но дорога получения для граждан оказалась не так уж проста. Агентство Минск новости расскажет вам, что и как именно сделать для получения новых документов. Возможности для владельцев ID-карт в Беларуси будут расширены. Это связано с началом полмасштабной работы единой системы идентификации физических и юридических лиц, созданной в рамках госпрограммы развития цифровой экономики и информатизации общества. Преимуществом биометрического паспорта для выезда за границу является то, что гражданин по своему желанию может получить одновременно два паспорта для выезда за границу биометрических. То есть один паспорт использовать, допустим, для открытия визы, отдать его в посольство, при этом другим паспортом пользоваться для пересечения границы. В то время как с единым белорусским паспортом это сделать невозможно. Биометрический паспорт предназначен только для пересечения границы и использования за ее пределами. В связи с этим в нем нет отметок о регистрации по месту жительства, о браке, о детях. В ходе сбора заявки для получения биометрических документов, помимо проверки персональных данных гражданина, осуществляется также сканирование отпечатков пальцев гражданина обоих рук. Фотографирование заявителей осуществляется на месте в отделе по гражданству и миграции. Кроме того, гражданин ставит электронную подпись, которая впоследствии будет помещена в его биометрический документ. ID-карта предназначена для удостоверения личности внутри страны. Она похожа на банковскую или водительскую удостоверение. На лицевой стороне размещаются цветное фото обладателя, его фамилия, имя, отчество, дата рождения, полгражданства, личный номер и номер карты, а также срок ее действия и подпись. На обратный QR-код, черное-белое фото, дата выдачи карты. Кроме этого имеются машиносчитываемая зона и чип, в котором содержатся биометрические данные, фото и отпечатки пальцев. В партизанском Агиме за день примерно около 30 заявок. Сбор биометрических данных занимает от 10 до 15 минут. Документы нового образца действительны в течение 10 лет, а детям до 14. Паспорт нужно обновить через 5 лет. Получить паспорт прежнего образца или ID-карту выбирайте вам, но обоими документами владеть не получится. Оформив пластиковый, вернуться к бумажному невозможно.